Пока существуют проблемы с оплатой подписки, рекомендую вам поиграть на бесплатном сервере WoW Cirrus. Огромное разнообразие рас и классов, новые локации, задания и боссы, которых никогда не было на официалке. Постоянное обновление и стабильный онлайн больше 20 тысяч человек. Ссылка в описании. Переходи, регистрируйся и становись настоящим героем вселенной Warcraft. Гибель Даларана. Отправная точка нового дополнения The War Vizin. Именно с этого печального события начнется как наша миссия в Казалгаре, так и сюжет всей трилогии о мировой душе. Печально, конечно, что такой легендарный город окажется разрушен. Наверняка многие из вас, так же как и я, намотали по нему тысячи кругов в свое время, ожидая пока найдется группа в рейд или подземелье. Но, как сказали Blizzard, ставки повышаются, и в дополнение The War Vizin нам много раз придется столкнуться с потерей чего-то или кого-то значимого из прошлого. Так вот, я уже рассказывал вам, что после падения Даларана нам первое время придется разбирать завалы и вытаскивать из-под обломков выживших. И, скорее всего, эта трагедия внесет жизнь верховного мага Кадгара. Но это пока не точно. Однако, совсем недавно стали известны подробности этого мрачного события. Альфа-версия The War Vizin не показала саму гибель Даларана, поскольку разработчики не хотят раскрывать ее раньше времени, но зато нам рассказали, что послужило причиной падения города с небес на землю. И эта причина – Ксалатат. Оказывается, все это время предвестница бездны шпионила за жителями и правителями города и знала обо всех наших планах наперед. Совсем недавно, когда герои Зерота явились в Даларан на встречу с Алерий и Кадгаром, то неподалеку от покоя верховного мага стали свидетелями дружеского разговора между двумя архимагами – Карлайлом и Дрезденом, которые являются настоящими ветеранами вселенной Варкрафт. Они оба были частью Совета Шести в разные времена. Карлайл входит в Совет по сей день, а вот Дрездена в последний раз видели во время обороны Даларана от сил Артаса и Келтузада во время Третьей войны, и после разрушения города он считался пропавшим без вести. Кроме того, Дрезден также известен тем, что появлялся в двух хороших книгах – День Дракона и Приливы Войны. Так вот, как я сказал, долгое время он считался пропавшим без вести, однако совсем недавно в обновлении 10.2.7 неожиданно вернулся, и на момент того разговора с архимагом Карлайном провел в Даларане как минимум несколько месяцев, а самое главное – занял место Калесгаса в Совете Шести после того, как Синий Дракон сообщил Кадгару о своем увольнении. Думаю, вы уже все поняли. На протяжении нескольких месяцев Дрезден вызнавал планы правителей Даларана и собирал важную информацию, готовясь к скорому отправлению в Казалгар. На самом деле, все это время под обликом архимага Дрездена скрывалась Салатат, которая смогла затуманить разум остальных магов и не позволить им раскрыть себя, использовав особо сильные заклинания. Накануне отправления в город доставили раненого магни Брензоборода, который попытался поговорить со Спящим Титаном и выяснить причину ее беспокойства. Он выяснил. Те видения, что получали многие обитатели Азерота в последнее время, были криком о помощи. Прислужники Бездны вторглись в Казалгар и собирают армию для продвижения вглубь планеты, чтобы провести таинственный ритуал, суть которого нам пока не раскрывается. Но, по всей видимости, он весьма опасен для Спящего Титана, поэтому она так и рьяно пытается докричаться до нас. Эта информация стоила магний его силы. Алмазное свечение Вестника погасло, и он стал простым каменным дворфом. Тем не менее, на основе полученных сведений верховный маг Кадгар начал готовить город к экспедиции в Казалгар и созвал всех защитников Азерота. Что было на руку архимагу Дрездену, то есть Ксалатат. Скрывшись под ликом давно пропавшего старика, предвестница заложила в городе несколько взрывных магических устройств и хорошенько подготовила в Казалгаре засаду, состоящую из прислужников Бездны и армии Нерубов. Они знали, где и когда появится Даларан, и как только город показался в небесах Казалгара, бомбы, заложенные к Салатат, детонировали, и вся собравшаяся нечисть волной хлынула на ничего не подозревающих защитников Азерота. Таким образом, Даларан начал рассыпаться на части и полетел камнем вниз. Герои, конечно, отобьются ото всех нападающих, но сам город спасти не удастся, и когда все окажутся на земле, останется лишь вытаскивать из-под завалов раненых и выстраивать новый план действий, только уже на невыгодных для себя условиях. Пока это все, что известно. Все это дело будет сопровождаться красочным синематиком и динамической квестовой цепочкой, содержание которых Близзард не станут раскрывать вплоть до релиза The War Within. Однако уже известно, что эта трагедия может унести жизнь Кадгара, ведь ни в одной квестовой цепочке альфа-версии Верховного Мага не было, а сразу после крушения города Трал, Андуин и Джайна почтили память Кадгара, стоя возле обломков. Собственно, вот такие новости. Полная картина появится только на релизе, поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы смотреть сюжет нового дополнения как сериал, без надобности играть самим. К тому же в дополнении точно будет русская озвучка, поэтому сериал под названием The War Within станет для вас еще приятнее. Пишите в комментариях свое мнение и ставьте лайк, если ролик был вам интересен. На сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр, до скорой встречи.